Всем привет, ребят! Я приехала в Медиамаркт для того, чтобы купить себе новые часы. Дело в том, что пару дней назад, когда я поехала в Будапешт, у меня выпали часы. Я довольно быстро это поняла, но, к сожалению, уже не успела найти их. Скорее всего, их кто-то стащил. Но они уже были довольно старые, все покоцанные, поцарапанные. Поэтому я решила сегодня обновиться. Смотрите, какие прикольные здесь чехольчики. С мишками. Стоят они, конечно, недешево, но прикольные. И за вот этими часиками я пришла. Вот именно вот эти. Xiaomi Smart Band 8. Тут еще всякие разные. Есть, кстати, распродажи. Подаются вот такие за 10 тысяч. Но я хочу вот эти. Я, кстати, еще думала между вот этими, которые с большим экраном. Но все-таки остановилась на фитнес-краслете. Что за красота? Новый год. Так, ребят, пока еду домой, засниму вам распаковочку. В общем, вот так выглядит коробка. Я дома распакую, протестирую. И потом уже расскажу свои впечатления. Это, кстати, глобальная версия. Есть китайская версия. Там только китайский, английский язык. А это глобальная. Здесь есть русский язык. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас было на русском языке, то нужно покупать вот здесь с английскими надписями. И вот здесь, чтобы тоже на английском было. А в китайской версии день недели на китайском написан. И вот здесь также дублируется информация на китайском языке. Вот. И вот такие вот характеристики. Так, ребят, пока катаюсь по делам. Хочу сказать, что я уже привыкла к своим новым часам. Здесь, значит, я поставила... Я поставила вот такой экран. Я хочу, чтобы у меня было видно зарядку. Плюс время, день недели. День недели, кстати, так и показывает на английском языке. Значит, как я сделала меню. Там можно переставлять меню местами. Я поставила вот сначала статистику, потом фонарик. Кстати, знаете, как он ярко светит? Вот, смотрите. Он очень ярко. Может показаться, что не ярко, но на самом деле он освещает полкомнаты в темноте. Потом здесь я поставила пульс. Измерение кислорода и стресса. Дальше у меня сон и витальность. И тренировка, активность и так далее. Потом здесь идет погода, настройки. И вот сюда я уже по логике... В раздел еще по логике я поставила будильник, секундомер, таймер, камеру. Отсюда можно фотографировать по блютузу на телефон. Дальше у меня события. Оповещение, дыхание, фокусирование. Музыка, поиск устройств и мировые часы. И также в настройках можно поставить разные циферблаты. Я оставила те, которые мне нравятся. Это вот такой, который у меня сейчас. Потом вот такой с горами. Потом с дельфинчиком, с цветочком, с облёдочками. И классический. Кстати, если поставить классический циферблат, то по мере активности здесь загораются полосочки. То есть, видите, у меня красная еще не до конца дошла, но две остальные до конца. Что это значит? Голубая у нас показывает разминку. У меня 52 минуты разминки из 30. Потом желтая показывает шаги. У меня уже 11 тысяч, и я еще не закончила свой день. И красная показывает калории, которые я сожгла за день. Пока что я сожгла 304, хотя, по моим ощущениям, у меня все 30 тысяч 4 на самом деле. Вот. Вот такие классные часики. Они мне очень нравятся. Как вообще все произошло? Я должна была поехать в Будапешт. Я дошла до нашей же дистанции. Доехала до Келити. И там уже, когда я выходила из вокзала, я обнаружила, что часов нет на моей руке. Но я подумала, что вдруг я забыла их дома. Что вполне могло быть. Но почему-то у меня было такое предчувствие, что все-таки они у меня выпали. Я вернулась обратно. С включенным блютузом искала часы. Так я их не нашла. Вот. Но, скорее всего, их просто успели украсть за то время, пока я шла до выхода в вокзала. Обидно, конечно, мне было. Но, на самом деле, с этими часами я проходила 4,5 года. Мне уже такие немного устаревшие были, поцарапанные все. И, да, я решила, что, наверное, мне пора купить новые часы. Что я, собственно, и сделала. Кстати, я еще поставила разные виджеты. Здесь у меня мой пульс и калории, шаги и разминка. Затем у меня идет уровень стресса и уровень кислорода в крови. Потом у меня идет мой сон сегодняшний. И здесь должна быть погода. Но у меня сейчас они не подключены к блютузу. Поэтому сейчас не показывает на данный момент. Также можно проверить уведомления. Но уведомления у меня не подключены к телефону. Ребята, опять я в этом магазине. Смотрите, какой красивый веночек. 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 Прикольно, тут продаются разные бомбочки. Такое видео облачко, и отсюда типа радуга. Выходит, когда бомбочка находится в воде.